Всем привет, всем здравствуйте, дорогие друзья! Не удивляйтесь моему странному местоположению. У меня лестница, пол, и я такая маленькая сижу. Я выставила камеру так, чтобы снимать себя в полный рост. Потом поняла, что мне нужно записывать приветствие, прощание. И, в общем, присела тут на корточке возле камеры, чтобы не надо было менять свет и менять положение камеры, потому что это очень-очень муторно и очень долго. Поэтому мне страшно неудобно. Я в такой полусидячем положении нахожусь, поэтому приветствие будет очень коротким. Я хочу вам показать сегодня мои образы, аутфиты. И вот YouTube очень просит употреблять это слово, оно на него реагирует. Знаете, слышит аутфит и сразу предлагает тем, кто интересуется аутфитами и образами. Так вот, я покажу несколько осенних образов, которые я собираюсь носить этой осенью. Осень-то вот уже вот, уже конец сентября. Наверное, когда я выложу это видео, уже будет октябрь. И, в общем-то, уже прохладно, и уже, в общем, можно носить слои. А за что мы любим осень? Мы любим осень за то, что еще не очень холодно, но уже настолько холодно, что можно надевать несколько слоев, шарфы, 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 не знаю, как правильно, пиджаки, плащи, сапоги, туфли. Можно носить все. И, в общем-то, как бы еще нет такого мороза, нету снега, нету такого, знаете, состояния, что надо влезть в пуховик и вообще забыть про моду и забыть про фасон. А осень как раз еще вот нам позволяет как-то варьировать и носить красивую одежду. Все, давайте я буду вам показывать, что я приготовила сегодня для вас. Я не знаю, сколько точно у меня получится. Посчитаю, потом напишу. И я хочу начать с этого платья. Я сейчас встану с корточек, покажу вам его в полный рост и покажу, с чем я буду его носить. Прекрасное платье. Я очень его люблю. Ему много лет. Наверное, лет 3-4 лет. Ну, не очень. Но новое. До сих пор в него влезает, что мне очень приятно. Я помню, когда я его купила, оно было мне немножко так свободненько здесь. А сейчас так уже плотненько стало. Ну, окей, это жизнь. Я очень его люблю. Оно прекрасного, такого прекрасного бордового цвета. Сейчас я поближе подойду, вам покажу. Оно такое в стиле 60-х. У него, знаете, такой глубокий вырез довольно. Откровенный, я бы сказала. Но если вы не носите такие вещи, то можно надеть какой-то вниз ток. И оно сделано, видите, у него юбка такая в складку. И здесь приталенное в талии. И здесь еще такой поясочек приколов. В общем, такой в стиле Dior New Look. Как будто бы немножко. Ну и, по-моему, немножко такой стиль 60-х. Очень его люблю. Там у меня надеты сапоги. Ой, сейчас стояду подальше, покажу. Сапоги темно-бордовые, Zara. Вот те самые сапоги, которые мы все купили. Они были всех цветов. И у меня есть их две пары. Есть вот эти бордовые, есть белые. Ну, такие молочные. И, действительно, они очень удобные. Я очень их люблю носить. Подобрала я такую сумочку к этому образу. Потому что, в принципе, я хочу надеть сверху вот такой вот пиджак в клетку. С очень красивыми пуговицами. Посмотрите, класс, да? И мне кажется, что здесь вот бело-бордовая. Сумка тоже такая бордовая с черным, с белым. В общем-то, мне кажется, что это все очень красиво сочетается и подходит. Давайте я вам сейчас покажу в полный рост пиджаков, как это будет выглядеть. Пиджак такой твидовый, а-ля Шанель. Очень подходит по цветам, по-моему, к этому платью. Вот такой классический. Да, ну и вот бордовые сапоги на таком удобном баблуке. Очень классический, очень элегантный, на мой взгляд, костюм, комплект. Аутфит. YouTube хочет, YouTube получит. Это слово. На осень, на такую не очень холодную осень. Но тогда уже, когда хочется надеть пиджак, можно еще надеть платье. Если вы носите так на работу, то пиджак можно там снять и сидеть, находиться в этом платье. Я, в принципе, так хожу на работу. У меня, кстати, под каким-то из видео, где я была в джинсах, в баркином пиджаке и в золотых таких полуботиночках, и я сказала, что я иду давно, это было просто зимой, и я говорю, что я иду с работы. И снимала я в заре, у меня одна девушка написала под этим видео, где вы в Канаде, так ходите на работу. А девушка оказалась, что живет в Сан-Франциско, в Калифорнии. Ну и знает, например, наши североамериканские реалии, как мы, в чем ходим, в чем, как мы одеваемся, как одеваются американцы и канадцы. Я сказала, что да, я так хожу на работу, никто у меня в офисе не одевается так, как я. Только я, но они уже привыкли, и, в общем-то, не обращаясь на это внимания. Да, я могу прийти в золотых сапогах, в баркином пиджаке и джинсах, никто не посмотрит на меня в косах, потому что уже привыкли ко мне. Ну вот такой вот красивый, на мой взгляд, образ. По-моему, очень неплохо. Следующий образ немного похож по стилистике, потому что тоже платье, тоже высокие сапоги. И, кстати, очень люблю вот такой вот стиль, такие образы, когда юбка или платье ниже колено и сапог, который заходит под него. Мне очень нравится такой вариант, во-первых, это тепло, если мы говорим о осени, да, то сапоги, все-таки, когда они заходят под платье, они немножко нас чуть-чуть подогревают. И, ну, вообще, мне кажется, как-то это элегантно, красиво. Платье немножко похоже на предыдущее платье тем, что оно тоже такое в стиле 60-х. Красивая очень клетка, сине-красно-желтая, под нее же я надела желтые сапоги, сейчас покажу подальше. Тоже в талию, то есть, то было такое приталенное, а это просто прямое платье, просто поясом оно получается, как бы, приталенное. Забыла, забыла надеть украшение. Мы же, девочки, стильные, мы же не можем без бус, без бусиков, правда? Так, давайте сейчас я посмотрю, как это выглядит, хорошо ли это выглядит, в тему ли. Почему? Потому что здесь есть зеленый цвет в этом платье. И, ой, криво, вот что значит, без зеркала надеваешь. И я надела вот такой зеленый кулон, тоже большой, довольно декольте, я извиняюсь. Но, опять же, на работу, когда я это надеваю, я надеваю вниз топ. Тоненький трикотажный топ на бретельщиках. Я, кстати, покупала в Uniqlo такие топики разных цветов, тоненькие такие, чтобы только прикрыть вот срам, что называется. У меня есть очень красивый зеленый плащик, вы, наверное, уже его видели, я вам показывала в каком-то из своих образов его. Я его очень люблю, опять же, повторюсь, носить его непросто, потому что такой очень насыщенный, яркий цвет, и его можно не совсем сочетать, но, мне кажется, вот с этим платьем, оно в такую легкую клеточку. Здесь присутствуют синий, зеленый, желтый, бордовый, и желтые сапоги, и вот желтенькая сумочка у меня есть, такая маленькая, хорошенькая. И, по-моему, очень подходит к этим сапогам, и вообще к этому платью. Яркие, яркие сочетания, яркая осень, ну, не очень яркая, сколько мы говорим, яркая сумка, только и сапоги, а ну и плащ, да. Всё остальное платье, а всё остальное платье не очень яркое, такой вот красивый комплект. Следующий образ немножко поиграем, как Бохов. Хиппи, такой бохо-стиль. Это вязаное платье трикотажное. Я сейчас покажу, чем я буду его носить, но я хочу сказать, кстати, что я очень люблю, как они выглядят, эти платья. Вот знаете, когда какое-то платье немножко прозрачное, или какая-то сетка, или вот какие-то дырочки трикотажные, очень женственно, очень красиво. Всегда вот это платье продаётся обычно слип, дресс-слип, платье, которое надевается вниз, потому что оно, как бы, чтобы не было прозрачно, чтобы не было ничего видно в эти дырочки. И тогда мукой, морокой его надевать, если, девочки, вы знаете, о чём я говорю, когда есть нижнее платье, как бы с бритейками пришитое к самому плечам вот этого платья, оно всё там внутри перекручивается, переворачивается. В общем, это очень-очень сложно примерять и надевать, но потом очень приятно носить. Что я хочу сказать про это платье? Это платье, в отличие от двух предыдущих, за то время, что оно у меня имеется, стало немножко маловато, узковато, потому что это трикотаж, хотя это размер large, но трикотаж он как-то облегает, и, знаете, облегает все самые не очень комплементарные места, проблемные зоны, как это называется у нас. Но что можно сделать? Я надела пояс, оно вообще оригинально шло без пояса. Это пояс у меня от комбинезона, который я там, наверное, примерю следующим. Я надела пояс и немножко так его подняла, знаете, потому что, в принципе, эти платья, они немножко расклешаются к низу. То есть оно довольно длинное, и если вы его чуть-чуть поднимаете, то вот здесь вот у вас становится немножко шире, потому что чем ниже, тем шире оно само по себе вскроено. Поэтому если вы чуть-чуть вот так вот поднимаете, то вот эти проблемные зоны, которые у кого как бы у меня очень даже имеются в наличии, они все равно как бы немножко остались и видны, но ничего страшного, мне кажется. Если вы увидели без пояса, вы бы поняли, что без пояса это выглядит хуже. Можно еще немножко его даже поднять, как бы получится такой еще более такой нахлест сверху, но при этом как бы оно немножко вот тут вот не так обтягивает вас, как оно обтягивало до этого, что как бы приятно. Вот такое у меня к нему украшение. Купила очень давно в Заре, очень редко надеваю, потому что оно очень такое необычное, очень странное, но мне кажется, что оно необыкновенно интересное, огромное такое яблоко на такой интересной цепочке. Я люблю такие украшения, я даже если покупаю, то в общем-то не выбрасываю, храню, потому что я знаю, что это такая, знаете, такая редкая вещь, которую не всегда потом можно найти, когда нужно, нужно, когда очень нужно вот такое вот украшение. Ну, вы понимаете, что под словом нужно я не имею в виду, что прям жить без него нельзя, но вот иногда хочется что-то такое. Если мы говорим про Боха, то это как раз вот самое то, что надо. Сейчас покажу, с чем я хочу носить его. У меня есть такой кожзамовский плащ, естественно, не кожаный, я потом, может, его завяжу. Сумку взяла к яблоку и к сапогам, у меня ботинки такого же цвета, сейчас пойду, покажу подальше. Сумка такая, почтальон, в принципе, для стиля Боха очень подходит, ну, мне кажется так, во всяком случае. И вот этот вот кожзамовский такой плащ, он тоже такой, знаете, ну, как будто бы немножко хиповый. Сейчас я перекручу, завяжу его, покажу вам. Вот, смотрите, мне кажется, что неплохо. Сапожки у меня такие, ботиночки вверху светлые и молочные, и молочная сумка. Не очень удобно завязывать плащ, когда внизу надеть пояс на вещи, но ничего страшного, можно. В принципе, можно. Так мы выглядим сзади. И так оно выглядит вместе, когда оно развязано. По-моему, тоже симпатично. А главное, так немножко монохром, правда, такой молочно-бежево-коричневый такой получился. Не имела беду, так само вышло, как-то не хотелось. Не собиралась я делать монохромные луки, но так сложилось. Следующий комплект, комплект, это комбинезон. Это немножко такой образ более, ну, скажем так, нарядный вечерний. Не то, чтобы вечерний, но такой. Я тут бузу надела большие с жемчугами. Сейчас скажу, почему. Потому что пиджак, который я собираюсь сочетать с этим комбинезоном, вы жемчужные пугольцы. Все вам вот сразу рассказываю, но никакой интриги. Комбинезоны, ну, что вам сказать, не самая удобная вещь, но они имеют место быть в нашем гардеробе, у меня, во всяком случае. Мне кажется, они очень хороши для фигуры грушек. Вот у меня такое ощущение, потому что они вот каким-то образом уменьшают. Не знаю, как это работает, девочки, но вроде бы брюки и брюки. Брюки с топом, только просто их шили вместе, да? Но если вот вы надеваете комбинезон на себя, то оно всегда как-то уменьшает вот эту вот нижнюю грушу, с которой мы боремся и за все-все-все. Да, комбинезоны можно носить. Я не надену комбинезон на работу на целый день. Особенно такой. У него там сзади сложная застежка. Есть такие комбинезоны, например, которые у меня есть несколько, которые расстегиваются просто пугольцем здесь. Его довольно легко снимать и довольно легко с ним оперировать. Ходить в туалет. И, собственно, в чем проблема в комбинезоне? В том, что вам нужен ассистант-секретарь для того, чтобы его застегнуть или расстегнуть иногда. Если нет, то, в принципе, ничего страшного. Так вот, этот комбинезон, у него такие вот интересные рукава. Он, в принципе, с коробким рукавом, поэтому как бы летний, но как бы сейчас мы наденем пиджак и сделаем его немножко более таким... Утеплимся. Пояс, кстати, я из него умкнула пояс на предыдущее платье, потому что надела платье и подумала, о-о-о, нужно как-то немножко исправлять ситуацию. А бежать наверх на второй этаж спальни за поясом не было неохота. Я подумала, что вот он у меня есть. В принципе, он вполне подошел к этому платье тоже. А, в принципе, оригинально он визошел вот с этим вот поясом. Хочу вам показать поближе. Видите, какие рукава, какие бусы у меня. Вот такого вам приятного цвета. У меня, кстати, все какие-то вещи получились примерно из одной такой цветовой гаммы. Вернее, вот все какие-то такие бордово-пыльные розы, красные, в общем, что-то такое. Но так получилось. У меня всегда так получается, девочки. У меня всегда как-то одежда всегда в одном примерно тоне. Я когда что-то начинаю примерять, то у меня получается примерно одинаково. Вот видите, вот эти вот пуговицы. И, собственно, к ним я надела вот эту вот мишуру. И вот такая сумочка, которая, в общем-то, с серебряной цепочкой. А все остальное у меня золото. Ну и ладно. Сейчас так можно. Сейчас можно все, на самом деле. Вот. И то вам показываю издали, как это выглядит симпатично. Туфли поэтому надела только в сумке, потому что знала, что возьму эту сумку в руки. Поэтому надела белые туфли. Да, на очень высоком каблуке. И почти все мои образы на высоком каблуке. Практически, кроме вот потом я надену брюки с ботиночками, такие на небольшом каблуке. Ну, вот такой я человечек. Я люблю каблуки. Я их ношу. Я не просто вам их показываю. Я действительно их ношу. Я считаю, что я намного лучше выгляжу на каблуках. Я вообще считаю, что любая женщина намного лучше выглядит на каблуках. Ну, если она только не модель. Худенькая молодая девушка, метр восемьдесят ростом и сорок пять килограмм. Тогда ей можно носить все, что угодно. А если это уже женщины определенной комплекции определенного возраста, то каблу, конечно, очень-очень помогает выглядеть намного лучше. Но это все вопрос приоритетов. Вот кто любит удобство, тот, конечно, я понимаю. А кто больше любит, как бы, внешний вид, как я, то тоже, как бы, вот. Поэтому ношу каблуки, хотя не всегда. Конечно, конечно, я иногда хожу из каблуков. Я хожу иногда на совсем низком каблуке. Я в кроссовках хожу очень часто, когда просто бегу по делам. Так что, ну вот, если наряжаюсь, то люблю каблуки. Давайте скажем, что уже похолодало. Это прям как уже, знаете, на холодную такую осень. Большой теплый свитер, кожаные брюки и вот такие вот у меня казаки. На маленьком каблуке, наконец, я без каблука. Бусы, все дела. Дело в том, что я хочу сказать вот про кожаные брюки. Если бы вы видели меня... Многие боятся кожаных брюк, девочки. Если бы вы видели меня в них вот без этого свитера, это ужасно, это уродство. Вот оно здесь все вот это вот облегает. Живот, попа, все такое большое, налитое, некрасивое. Но поэтому-то и мы любим длинные свитера, потому что вот они прикрывают, еще раз повторюсь, проблемные зоны. В этот раз я не шучу и не прикалываюсь, потому что действительно вот в кожаные брюки подчеркивают абсолютно все, что мы не хотим подчеркнуть. Опять же, если у вас идеальная фигура, то, конечно, это очень хорошо. А если не очень идеальная, то, конечно, лучше прикрывать. Но опять, вы видите, у меня все какое-то бордово-пыльные розы. У меня был комбинезон такой, у меня было бордовое платье. И вот сейчас тоже и пальто у меня будет такое немножко похожего по тону. Ну вот так, у меня только немножко есть зеленого сегодня и у меня еще есть ментоловая куртка, ментоловая юбка такая немножко вот с ментолом. Смотрите, какое у меня украшение, тоже очень старая Зара. У меня очень много украшений из Зары. Я, вы знаете, они вот не портятся, ничего с ними не происходит, они не облезают. Нет, было у меня одно жерель, которое облезло. В принципе, так по большому счету, они довольно хорошо сохраняются. И они бывают очень красивые, очень оригинальные. Люблю его очень. Единственное, что нужно следить, потому что вот эти вот все монетки, камушки, если у вас какая-то такая тонкая, тонкий трикотаж, оно за это все цепляется, потом вытягиваются нитки, в общем, надо смотреть, на что вы это надеваете. Так, давайте смотреть, каким пальто я хочу это надеть. Пальто у меня подходит по тону к свитеру и к брюкам. Сейчас я вам поближе подойду. Посмотрите, какие интересные у него пуговицы. Это, по-моему, манго. Видите, такое бордово-оранжевое с бежевым, с коричневым. Ну, в общем, мне кажется, что очень подходит к этому комплекту. Вот насчет сумки у меня вопрос. У меня есть две сумки. По-моему, обе вполне подходят к этому образу. У меня есть еще одна сумка, я сейчас вспомнила, которая бы тоже очень хорошо сюда подошла. Ну, ладно, я уже за ней не пойду. У меня уже... Я уже принесла две и буду с ними работать. Вот эта очень подходит к брюкам. Прямо один в один цвет брюк. Вот эта немножко меньше подходит к брюкам. Но, в принципе, по тому тоже очень подходит хорошо к пальто. Но, скорее всего, пожалуй, она слишком красная, правда же? Потому что здесь, в принципе, вот на пальто есть такой красный цвет, красно-бордовый. Она к нему подходит, но мне кажется, это подходит лучше. Так. Оставим ее, возьмем эльту. И будем делать аутфит с этой сумки. Хорошо? Неплохо, по-моему, вполне. Нет, хорошо сочетнулось у меня все это вместе. Давайте я пальто надену. Вот это так... Фривольно накинутое на плечи. Это, конечно, очень красиво и модно, элегантно. Но не совсем практично, потому что мы, когда ведь выходим на улицу, мы же не можем ходить вот так вот, знаете, с накинутым пальто на плечи. Очень модно. Очень многие блогеры это показывают. Но, на самом деле, в жизни это не работает. Вы знаете, правда? Да, хорошо эта сумка сюда подходит. Цепь золотая. В общем, супер. Мне кажется, хорошо. Одно из моих самых-самых любимых платьев из Зинекло. Очень простой фасон, но очень, на мой взгляд, красивая расцветка. Я его очень люблю. По-прежнему влезаю в него, чему я очень рада. Потому что я эти вещи все с прошлой зимы не носила. А с прошлой зимы я немножко так это самое прибавила. Опять же, сидение дома, работа из дома не добавляет нам красоты в фигуре. Да, нужна колоссальная сила воли, чтобы сидеть рядом с холодильником. Я не сижу рядом. Я сижу на втором этаже. Холодильник у меня на первом. Ну, это что за препятствие спуститься вниз на один этаж вниз, чтобы развлечься вместе с холодильником. Так вот, по-прежнему влезаю в это платье, чему я очень рада. Я его очень люблю. Оно, опять же, видите, нигде не облегает. Ничего очень удобного в нем ходит. Рикотаж, тонкое, легкое, прекрасное платье. Очень необычные, красивые расцветки. По-моему, это Моримека была. Юни-Класс Моримека была коллаборация. Мне кажется, да. Не стала я тут это, долго думать. Надела тоже бордовые, темно-бордовые свои сапоги, потому что здесь такая вот сиреневая есть компонент. И он, в принципе, где-то бордовым цветом хорошо перекликается. Решила надеть куртку-косуху с этим платьем. Потому что, почему бы и так, как говорится. По-моему, неплохо, потому что платье такое классическое, а косуха такая, знаете, рок-н-рольская. И все это вместе. К тому же здесь есть черный цвет. И косуха довольно красиво, по-моему, сочетается. Единственное, что я надела золотые бусы сюда, золотую цепь. А здесь у меня серебро. Я, наверное, сейчас ее сниму. Потому что, несмотря на то, что сейчас не возбраняется сочетать золото с серебром. Но, вы знаете, она такая активная. Цепь очень активная, большая. И здесь довольно много серебряных элементов в этой куртке. В общем, нехорошо. Лучше совсем без ничего. Единственное, что у меня сейчас... Вот с сумкой я что-то не нашла, не придумала, что мне взять. А давайте так сделаем. А давайте возьмем эту сумочку сюда, беленькую. Во-первых, в ней есть серебряная цепочка, которая сочетается с курткой. А во-вторых, да, она ни к чему не подходит. Ну, и пускай будет контрастная, правда? Можно так сделать. Не все же должно быть подходящим идеально в тон. Мне кажется, что даже и неплохо. Единственное, что, конечно, такая куртка рок-н-ролльная. Сумочка такая немножко вечерняя, дамская, правда же? Может быть, это не самый лучший вариант. У меня где-то была сумка такая с шипами, знаете, черная с шипами. Вот она бы сюда хорошо подошла. Вот раздумываю, пойти за ней или вы себе представите, как это выглядит. Я, конечно, решила поменять, сходить за этой сумкой, чтобы показать вам, как это выглядит вместе. Вот она такой вот у меня бочоночек с шипами, с серебряными такими кольцами, большая серебряная цепь, ремешок. И вот к такой рок-н-ролльной куртке очень, по-моему, подходит. И раз пошла уже такая рок-н-ролльная тема, я поменяла обувь, я надела ботинки такие без каблука, тоже со стразами, с серебряными какими-то нашлепками разными. Ну, в общем, раз пошел такой рок-н-ролл, так мы давайте уже будем соответствовать по всем параметрам. КОНЕЦ Еще один образ очень простой. Юбка с кофтой, юбка со свитером. Ментоловый свитер, юбка такая ментол с... Видите? Ментоловый цвет, немножко с бежевым, немножко с каким-то таким сиреневым, бордовым, в общем-то. Очень просто, так легко, удобно и свободно. Надела я тоже свои вот эти темно-бордовые казаки, мне кажется, они подходят к юбке. По цветовому сочетанию, не только, и по фасону тоже. Вот. Вот таким вот образом это выглядит вполне, по-моему, неплохо. Сейчас я вам покажу куртку, которую я хочу так вот носить с этим комплектом. Есть у меня такая ментоловая курточка. Очень симпатичная, по-моему, получился вообще практически монохром. То есть, вот, ментоловый свитер и ментоловая куртка. Она такая блестящая, пуховичок такой, знаете, такая баллоня с блеском. Очень нарядная, по-моему, даже немножко. По-моему, симпатичная вот это в этом сочетании. Выглядит неплохо друг с другом. Я себя не вижу, девочки. Я после того, как 15 раз переоделась, наверное, выгляжу как какая-то уже мышь замученная. Насчет сумки я что-то сейчас подумала. И подумала, что я не знаю, как у меня взять сумку со всем этим, из тех, что я имею вокруг себя. Давайте вот эту возьму. Я и не воспользовалась, принесла. И как-то она у меня не зашла ни с чем. Хотя она, в общем-то, не тоже не в том. Но у меня есть сумка ментоловая. Прямо очень вот похожего цвета. Но давайте уже немножко отойдем от этого мэча-мэча. Немножко сделаем что-то такое другого цвета. Ну, красная, да. Пускай будет красная сумка. В принципе, здесь есть сиреневый и такие темно-бордовые казаки, которые, в принципе, вполне, мне кажется, очень даже поддерживают эту красную сумку. Ну, и вообще, как ясный пятно, в этом комплекте вполне можно так носить. По-моему, не плохо. Все, дорогие мои зрители, я опять присела на корточки, чтобы с вами попрощаться. Надеюсь, что вам понравилось. Надеюсь, что вам было интересно. Надеюсь, что я вас вдохновила своими образами, своими аутфитами, своими луками. И я старалась изо всех сил. Надеюсь, что вы поставите мне лайк за мои старания. Я сейчас пойду убирать весь этот просто жуткий-жуткий балаган, который здесь вокруг меня творится. Можете представить, все эти вещи, все эти сумки, вся эта обувь, все эти кофты, юбки, свитера и так далее. Оно все сейчас вот тут вот по полу развалено. И все это мне надо убирать. Это, конечно, большая работа. Но такая работа. Что поделать? Все. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. С вами была ваша Дита из Канады. Пока-пока-бай.